Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о решении апелляционной палаты Кишинева, которая подтвердила решение первой инстанции в отношении Илона Шора и увеличила срок до 15 лет. О том, что это значит и чего ждать дальше в вопросе наказания Илона Шора, потому что дальше, я так понимаю, еще одна судебная инстанция. Вот об этом я предлагаю поговорить с гостем нашей сегодняшней передачи, Штефаном Глигером, председателем партии «Перемен». Господин Глигер, рад вас видеть. Здравствуйте, я рад вас видеть с Пасхой всех, Христоф Васкосов. Да, Вася Новоскрес, спасибо большое, вас тоже поздравляю. Господин Глигер, вот решение апелляционной палаты Кишинева. Увеличили срок, первая, по-моему, инстанция дала 7,5, и вторая инстанция дала 15 лет. Вообще, дальше, я так понимаю, решение будет опротестовано в высшей судебной палате, и нам тоже ждать 8 лет, или как вы это расцениваете? Ну, дело в том, что в высшей судебной палате сейчас сложная ситуация, я даже не уверен, что там есть состав, полный состав из 5 судей, которые могут рассмотреть кассационную жалобу на решение апелляционной палаты Кишинева. Сейчас идет процесс реформирования высшей судебной палаты, ее превращают в кассационную инстанцию, то есть она будет рассматривать очень небольшое количество кассационных жалоб только по тем решениям апелляционных палат, которые являются абсолютно незаконными, абсолютно очевидно незаконными, то есть это будет очень небольшой процент. В основном, высшая судебная палата, после принятия окончательных изменений в законе, будет выполнять роль, роль, как это проще объяснить, роль инстанции, которая разъясняет всем остальным судам, как надо судить те или иные категории дел. Мы на данный момент не знаем, как пойдет. Если в высшей судебной палате будет достаточно судей для того, чтобы рассмотреть кассационную жалобу, которую в любом случае в течение месяца адвокаты Шора подадут, я уверен в этом, что они подадут, они опротестуют, у них есть 30 дней для этого. С момента истечения этого срока, я думаю, в последующий месяц-два будет понятно, то есть где-то к июлю будет понятно, к июлю-августу будет понятно, есть в высшей судебной палате необходимое количество, потому что сейчас объявлен конкурс на места высшей судебной палате. Я напомню, что оттуда ушло очень много судей. Было даже решение такое нетрадиционное, очень специфическое, необычное решение комиссии по чрезвычайной ситуации, когда они запретили судям уходить. На некоторое время потом отменили это свое решение, потому что оно, по сути, смешное, судьи приходили на работу, но не рассматривали ничего. То есть формально выполняли решение через чайную комиссию, а по факту не выполняли. Нельзя заставить человека выполнять свою служебную обязанность, если он этого не хочет, даже если он формально это будет делать. То есть абсурд. Они аннулировали это решение, и сейчас, как говорится, будем посмотреть. Если затянется все это дело, и конкурс на должности высшей судебной инстанции, судей высшей судебной инстанции ВСП затянется, то тогда, наверное, будут все-таки уже успеют принять изменения к закону высшей судебной палате. В июне ожидается последнее мнение Венецианской комиссии по этому поводу, насколько я помню. И вполне возможно, что уже к сентябрю у нас будет действовать высшая судебная палата с новыми компетенциями, и, возможно, даже откажут в рассмотрении в предварительной процедуре откажут в рассмотрении кассационной жалобы. То есть, в том или ином... Вопрос в том будет, на самом деле, в том, что останется решение реабилитационной палаты в силе, у меня мало сомнений. Хотя все возможно в Республике Молдова. Абсолютно все возможно. После 60 отложенных заседаний в деле Шора в Кагульской апелляционной палате, то вы сами понимаете, после того, как судья, который участвовал в этом процессе, встречался и получал кульки, пакеты целлофановые с каким-то наполнителем, с каким-то содержимым намойки... Для кошачьих лотков, наверное. Наполнителем для кошачьих лотков, наверное. Да, для лотков. Конечно, в нашей стране, и этому судей, кстати, ничего не было за это, то в нашей стране все абсолютно возможно. У нас такая небольшая анархия. Поэтому посмотрим. Ну, вопрос в том, рано или поздно решение в отношении Шора останется в силе. Вопрос в том... Кстати, оно уже может быть приведено в исполнение, потому что это решение является подлежащим исполнению. Вопрос в том, как это будет происходить. На самом деле есть процедура признания судебных решений, даже в уголовном порядке, уголовных решений в других странах. И вот в Израиле, в принципе, несмотря на то, что они не выдают другим странам своих граждан, насколько я понимаю, он гражданин Израиля, они могут привести в исполнение судебный приговор. За теми небольшими исключениями, когда решение суда выдано абсолютно незаконно, что не является случаем Илана Шора. Поэтому, возможно, он даже будет... Отбывать наказание там? Возможно, он будет отбывать наказание в Израиле, вы это хотите сказать? Да, возможно, будет отбывать наказание в Израиле, если его не выдадут. Хорошо, а что с дальнейшей политической карьерой господина Шора? Вот дальше, после того, как решение вступит в окончательную силу, будет окончательно вступившее в силу решение суда, его должны лишить по депутатскому мандату, я правильно понимаю? Вы понимаете, это уже не настолько важно, потому что есть заявление в Конституционный суд, в Министерство юстиции, опробированное правительством Республики Молдова, о признании неконституционности партии Шора. Его политическая карьера, это ваш изначальный оригинальный вопрос, его политическая карьера зависит в том числе от решения, в первую очередь, от решения Конституционного суда. Вы видите, что он уже приговорен к 15 годам, и это не мешает ему заниматься политикой, потому что наше государство есть очень слабое, я институционно говоря, государство, и оно позволяет организованным преступным группировкам, таким как группировка Илана Шора, Плохотнюка, Платона, заниматься политикой в Республике Молдова. Особо этим никто не обеспокоен, кстати. Насколько мне известно, и из того, что я знаю из нашей генеральной прокуратуры, та информация, которая есть, прокуратура по борьбе с коррупцией, ЦБК и так далее. Не обеспокоен чем? Не обеспокоен тем, что организованные преступные группы занимаются политикой? Ну, если ты чем-то обеспокоен, ты этим занимаешься, нет? Ты что-то делаешь. Ну да, согласен. То есть это синоним не обеспокоенности, или импотенции, или отсутствие реальных способностей, управленческих способностей и так далее. Назначали всяких людей, не имеющих отношения к этим должностям, и вот мы пожинаем сейчас результат. Я думаю, чем больше времени проходит, тем больше это становится очевидным, даже самым недалеким, самым таким медленно думающим гражданам Республики Молдова, и не только. Но это еще будем посмотреть, потому что будет очень много интересного происходить, точнее, не происходить. И учитывая, что сейчас организованные преступные группировки вовсю занимаются местной избирательной компанией, и все предпосылки проиграть, проиграть гагузские выборы одному из проектов, который управляется, политических проектов, которые управляются, пока получают указания из российских спецслужб. Есть вероятность проиграть в муниципе Кишинев некому Ивану Чебану, которым никто не занимается, прокуратура антикоррупции и Вероника Драголин со своими замами, с этим финном Мараря Ивановым, с Васей этим плеваном, фактически занимаются, не знаю, чем занимаются, но по сути они отказываются осуществлять уголовные преследования в отношении Ивана Чебана и его людей, потому что есть достаточные основания подозревать их в совершении должностных преступлений в большом количестве. Мы вот сейчас в третий раз получили отказ на повторное открытие уголовного процесса по делу отеля «Националь», где собственником является Андра Найки, разрешение на снос выдавал Иван Чебан через своих людей, через Дагатару и через Илью Чебана и так далее. То есть фактически у нас такая абсолютно, извините, идиотская ситуация, когда государственные учреждения не видят преступления, которые совершаются, должностные нарушения, покрывают этих людей. То же самое у вас в Гагаузии происходит, и в Кишиневе, допустим, да, Иван Чебан не чувствует вообще никаких, он к закону относится очень приблизительно. И в Бельцах, я вам хочу сказать, в Бельцах мы боремся на три фронта. Есть власть, которая никак не хочет помогать по сути городу, просто никак. государственная канцелярия, если в Кишиневе государственная канцелярия носит Ивана Чебана на руках и разрешает ему делать и тратить деньги, как он хочет, и принимать решения, какие он хочет. В Бельцах любое решение Совета опротестовывается, приостанавливается государственной канцелярией. И у нас есть определенные подозрения на этот счет. В то же самое время в Бельцах работает гражданский так называемый, инициативная такая, так называемая группа «Я бельчанин», которая у нас есть подозрения, координируется ФСБ. И у нашего СИБа тоже есть такие подозрения, насколько нам известно. Но никто ничего не делает. Они заходят в квартиры к нашим старикам и рассказывают ему всякие гадости про Григоришина, про меня и про многих других. И в то же самое время есть третья сила, которая партия Шор, которая ни одного дня не останавливала свою избирательную кампанию с ноября 2021 года. И в таких ситуациях, вот в этой ситуации есть все предпосылки проиграть выборы таким очень непрозрачным, сомнительным политическим формированием силам в Гагаузи, в муниципе Кишинев и в муниципе Беллс. То есть нынешняя власть, которая заявляет свою проевропейскость, которая сейчас собирает на митинг, на большой митинг 21 мая, если я не ошибаюсь, все проевропейские силы, к сожалению, не посоветовавшись до этого с проевропейскими силами, не формально заявленными, а настоящими, которые что-то сделали для того, чтобы убрать Плохотнюка, Додона, Шора и так далее, которые доказали на деле, а не на словах свою проевропейскость. К сожалению, с нами никто не посоветовался насчет этого собрания, потому что там очень сложная будет ситуация. Так вот, во всей этой ситуации нам немножко непонятно, как это вообще возможно. У ПАС, у ПДС есть вся власть, но они не умеют ей пользоваться. Эти выборы, выборы, они скомпрометированы, и результаты будут очень плачевными. С национальным собранием, без национального собрания и так далее. И возвращаясь к Илану Шору. Да, да, да. Как его будущие партии Шору? Да. Партии Шор, как его будущие? Да, Илан Шору, решение конституционного суда. Решение по неконституционности партии Шора очень сильно затянулось. Очень сильно затянулось. У меня такое подозрение, что пока не назначат последнего шестого члена высшего конституционного суда, высшим советом магистратуры. Я напомню вам, что господин Абабий землям и пухом умер преждевременно, ушел, и его место оставалось вакантным на протяжении почти двух лет, более двух лет. И высший совет магистратуры, так как он был таким покалеченным, до сих пор не провел конкурс на занятие должности судей в конституционном суде от освободившегося места. У меня такое впечатление, что будут проводить этот конкурс, будут назначать судью в конституционный суд, а потом только появится решение по конституционности. Я надеюсь, что появится до местных выборов, а не после местных выборов. Но даже если это решение появится до местных выборов и партию признают, партию Шор признают неконституционной, на что есть все основания. У меня такое впечатление, что партия Шор намного более подготовлена к такому развитию событий, нежели власть. Потому что уже есть, по крайней мере, пар политических проектов, резервных платформ, на которые они будут уходить и которые они растят. Есть движение за народ, есть и другие политические формирования. Там по некоторым информациям, согласно нашим источникам, около шести политических партий на данный момент проходит процесс регистрации. И непонятно, кто эти люди и что стоит за ними. И это все делается в тишине и спокойствии. Вы понимаете, что когда ты борешься за власть и хочешь запустить политический проект, ты хочешь, чтобы о тебе все знали, чтобы тебя как можно больше людей знали. Мы вот два года уже занимаемся политикой и на всех телевидениях и так далее, и везде по стране, и нас знает 50 с чем-то процентов. А сейчас регистрируется шесть политических партий, Михаил, и никто о них ничего не знает. Что говорит, дает мне основания подозревать, что с этими политическими проектами не все так просто. И они резервные, они делаются как болванки, как заготовки под кого-то. Ну вот такая ситуация. Посмотрим. На самом деле ситуация с политической точки зрения очень неблагоприятная, очень плохая, и мне кажется, что великим национальным собранием ее не исправят. Хорошо. А вот возвращаясь к... Есть конкретное решение в отношении Илона Шора. Этот человек занимается политикой. Окей, запретят, признают партию Шора неконституционно, не признают партию Шора. Это другой вопрос. Но могут же возникают и куча таких ситуаций и в будущем. Человек ограбил государство, занимается политикой. Должен ли быть какой-то запрет на занятие политической деятельностью в таких случаях? Очень хорошо. Потому что, опять же, если распространять, это целая организованная преступная группировка, которая включает определенных членов. То есть, они являются сообщниками, не то чтобы сообщниками, политическими соратниками Илона Шора. То есть, какова должна быть ответственность в этом случае? По-хорошему, в нормальном государстве, в функционирующем государстве, не было бы нужды в решении признания неконституционности этой партии. Просто ядро, организованная сама непосредственно преступная группировка, была бы арестована и посажена. И в этой ситуации, фактически, запрещай, не запрещай, если нет ядра, если оно сидит, это ядро, в тюрьме, то и партии, по сути, нет. Потому что эта партия без финансирования, без лидеров, она просто развалится. Да, вот как мы видим с партии социалистов, что происходит. Это фактически разваливается. Сейчас вернули до Дона, который уже сто раз дискредитирован, чтобы хоть что-то, возможно, спасти или собрать, скрести с полов и так далее, или собрать что-то из этого. Как только убирается финансирование незаконное, как только дискредитируются лидеры, или их уголовно преследуют, они не могут в открытую и системно этим заниматься, политикой заниматься и так далее, все это разваливается. Но у нас, к сожалению, не так. У нас назначили абсолютно несоответствующих своим должностям людей. Мы тут говорим, я ЦБК, я ПА, я генпрокуратуре, я Печекокс, о котором все забыли. И все уже как-то смирились с неуклюжестью этой власти, с недальновидностью этой власти, с власти с неспособностью выбирать соответствующих задачам людей и так далее. Это нам будет стоить очень-очень дорого. Очень дорого. Ну хорошо, в данном случае на запрет занимается политическая деятельность. Окей. Решили закрыть кого-то? Вот в этом вопрос, Михаил, мы не знаем. Нет такой судебной практики, понимаете? Нет такой конституционной судебной практики. То есть ты признаешь неконституционной партии, а партия есть фикция, это юридическое лицо. Юридическое лицо, оно не существует, это метафизическое понятие. Это понятие, с которым мы все согласили, что оно существует, но оно физически не существует. Существуют физические лица, люди существуют, которые объединились в это формальное абстрактное понятие. Юридическое лицо, которое мы называем политической партией, единицей, которая борется за власть. Так вот, я об этом много раз говорил, что это решение имеет смысл только в том случае, если нынешние политические органы, исполнительный комитет, политическое бюро, зампредседатель и председатель партии, это решение имеет смысл только если будет причинно-следственная связь между нарушением Конституции, потому что это не абстрактная какая-то фикция или юридическое, так называемое, лицо нарушало Конституцию. Конституцию нарушали конкретные физические лица, такие как Иван Шор, Марина Таубер и все остальные, Жордан и т.д. и т.п. Соответственно, вот этим всем людям, которые на данный момент являются исполнительными органами этой политической партии, а также зампредседателя и председатель партии, им должен быть внесен пожизненный запрет на занятие политикой. В Республике Молдова, в любых партиях и в любых составах. Но это могут сделать это через решение суда, правильно? Это будет зависеть от решения Конституционного суда и о том, как они будут это интерпретировать. И вот в этой ситуации, конечно, в результате решения суда, конечно же, нужно посмотреть, пересмотреть эти мандаты, отозвать или не отозвать. Это очень будет большая дискуссия с юридической точки зрения, потому что мандаты, они являются абсолютными. То есть это императивный мандат, который, ну, практика пересмотра этих мандатов, отзыва этих мандатов, аннулирования мандатов, у нас существует только в очень небольшом количестве государств, они обычно авторитарные, тоталитарные, ничего с правами человека не имеют и так далее. Но здесь все-таки исключение из правил. И мы не знаем, как это все будет. Я думаю, поэтому и Конституционный суд не спешит выносить это решение. Они, наверное, сами до конца не знают, что с этим делать. Господин Григорь, я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию, прокомментировали ситуацию и будем рады видеть вас еще. Спасибо за приглашение. До свидания.